Я знаю, что эта встреча будет, это отчетная встреча Акима области, но у меня вопрос к вам. Вы пишете, многодетные матери, вы будете встречаться, не вы будете встречаться, это же открытая отчетная встреча главы региона. Предмет в чем, о чем вы с ним хотите поговорить. Если ведете к тому, что вот эта вот ситуация с тем, что сейчас по стране многодетные матери митинги устраивают по поводу повышения пособий, то сразу же могу сказать, я выпускающий редактор телекомпании, и я не разделяю позицию многодетных матерей, которые сейчас считают, что государство должно им чем-то помогать. Детей мы рожаем себе, а не государству. Ну вот какая вот ситуация. Если зададите свой вопрос, конечно, мы его послушаем, но повлиять на это мы никак не можем, потому что пособия не мы назначаем, государственные. Вы знаете, вот такой момент, нам нужны справедливые журналисты, вы пишете. То есть, если я не пойду освещать ваши мероприятия, то значит, я уже несправедливый журналист по-вашему. Тут дело в другом, мало того, чего хотите вы, тут вопрос редакционный, а нужна ли будет эта информация именно в этот день редакции 31 канала или другим редакциям республиканских каналов. Важно попасть в струю, понимаете? Тем более, что подобные мероприятия, они уже прошли по всей стране. И потом говорить, а вот и в Павлодарской области тоже многодетные мамочки пошли к Акиму, это уже не новость. Все мамы уже провели митинги и мероприятия. Поэтому будем смотреть и думать. На отчете Акима в любом случае будут все журналисты, всех изданий и так далее. Но, возможно, там будут другие вопросы, которые покажутся наиболее там... Ну, я не хочу сказать, что ваш вопрос неважный. Но, может быть, там будут другие вопросы, на которых СМИ заострят внимание. И если сейчас вы будете говорить о проплаченности, там, о том, что журналисты продаются, ну, тогда вам просто нужно снимать себя со стороны самим и выкладывать в соцсетях, как-то так пропагандировать. Потому что, ну, иногда нас люди воспринимают неправильно, считают, что мы как стол заказов, знаете, без обид. На самом деле, многие звонят со всякими глупостями, меня заливает сосед сверху, например. Но мы же не стол заказов. Конечно, у вас другая проблема немного, намного как бы серьезнее, да, чем мой приведенный мной пример. Поэтому, ну, не знаю. Поэтому надо посмотреть, подумать. Вот вы сказали, мы идем, наши мамы ПВЛ. А сколько вас человек? А с какими вопросами вы идете? Я, конечно, догадываюсь, но вы тему не раскрыли. Чего вы хотите, вот, чтобы мы что сняли на этой встрече, на этом отчете Акима? Ну, вы мне просто написали, мы мамы ПВЛ идем. Потом вы говорите, что не важно, кто мне дал. А для меня это важно, потому что это мой личный номер. И Гаухартас, я такой журналистки не знаю. Конечно, я всем стараюсь отвечать, и вам сейчас отвечаю. Но, тем не менее, имейте в виду, что для любого человека, я думаю, для журналистов, тем более, это важно. Личные номера, если наши коллеги раздают, они должны хотя бы спросить у нас разрешение сначала. Можно я твой номер дам или нет? И предварительно позвонить. По крайней мере, я так делаю. Мне, например, никто не звонил по имени Гаухартас. Поэтому, так, по-моему, вы не представились, да? Поэтому вы, это все, как говорится, дело десятое, там, конечно, кто дал, не кто дал. Давайте обсудим, давайте обговорим. Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. Сколько у вас человек собирается и по каким вопросам. Для чего вы идете на отчет Акима? Итак, прям. 히